Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Ровно месяц остается до празднования юбилея Победы. Сегодня мы поговорим о том, какие проблемы возникают при изучении военной истории и о том, каким был Куйбышев в годы Великой Отечественной войны в статусе запасной столицы. И в нашей студии генеральный директор агентства «Протон» Татьяна Мокшина. Ваши вопросы озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Ваше агентство и лично вы включились в эту тему подготовки к празднованию юбилея Победы. Скажите, пожалуйста, каким будет ваше участие? Какие проекты вы наметили? Ну, мы придумали целый ряд проектов, потому что как мы пришли к этой теме? Мы вообще являемся специалистами в области создания репутации, имиджа. И вот эта тема в Самаре обсуждается очень активно. И несмотря на то, что много концепций написано, много на эту тему сказано, мы до сих пор по большому счету не понимаем, в каком городе мы живем и в чем его уникальность заключается. Вот, допустим, когда гости к вам приезжают, друзья ваши родные, вы о Самаре им что рассказываете? Ну, город на Волге, да, это типичный, купеческий город. Но у нас есть несколько штампов, да, которые мы все предъявляем, может быть, даже не осознавая до конца, что они в себя включают. Да, вот мы говорим, Волга, наверное, это самый такой мощный бренд. Да, 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 говорим о том, что Самара космическая, Самара купеческая. И вот одна из главных тем в истории нашего города – это вот Самара запасная столица. Потому что военные истории, военные страницы, они фактически изменили судьбу нашего города. Из купеческого провинциального он превратился в большой индустриальный промышленный центр. И история Самары потекла совершенно другим образом. И вот когда мы сели и подумали о том, а что можно, как можно позиционировать Самару, что может лечь в основу ее репутации, мы подумали, что вот эта идея «Самара – запасная столица» – это та идея, куда вкладывается и «Самара – космическая тема», и «Самара – купеческая», и «Самара – Волга». И тем более, что этот год у нас такой очень торжественный, очень такой необычный. Мы решили, что нужно на эту тему порассуждать. Как можно порассуждать? Как людям можно рассказать историю военной Самары? Дело в том, что сейчас все меньше и меньше становится прямых источников. Раньше мы как узнавали о том, что было? Наши дедушки и бабушки нам рассказывали. На сегодняшний день уже не дедушки и бабушки, а мамы и папы с пересказа бабушек и дедушек. И может быть, если в каких-то семьях остались какие-то документы. Но это уже не то. То есть фактически сегодня история уходит от первоисточников. И надо ее как-то восстанавливать. Мы решили, что восстанавливать ее надо через какие-то интерактивные события, участвуя в которых жители поймут, вспомнят и почувствуют что-то о городе. Да, потому что чем больше проходит времени, чем больше мы удаляемся, тем меньше остается всяких артефактов. И молодому поколению вообще труднее понять значимость вот той победы. Еще какие-то поколения, средние, пожилые, мы понимаем, что это такое. А молодежь нет. Вот вы подумали над тем, что нужно и методы подачи этого материала менять, проводить какие-то новые акции. Не возвращаться все время к одному и тому же, к чему мы уже привыкли. И каждый раз повторяем это из юбилея в юбилей. А вот что нового появится? Какие-то форумы появились новые или нет? Ну вот поэтому мы когда посидели, подумали, решили, что должны быть все-таки ивенты, должны быть мероприятия, участвуя в которых люди как-то проникнутся духом. И вот одно из ближайших мероприятий, это мероприятие, которое пройдет 3 мая 2015 года. Это даже не историческая реконструкция, а просто матч памяти, футбол памяти, который будет посвящен тоже историческому событию, фактически первому матчу Крыльев Советов, который состоялся 3 мая 1942 года. И в этом матче примут участие так же, как тогда сотрудники Кубышевской железной дороги сегодня и сотрудники предприятия авиапрома нашей области. Да, вот это реально. Это будет спортивный праздник, куда будут приглашены жители города, в чем они могут поучаствовать, потому что, вот представьте себе, 1942 год, первое начало весны, первая зима, первая весна послевоенная, да. Какое настроение тяжелое было у жителей. И чтобы как-то их приободрить, вот придумали идею спортивного праздника. И этот праздник состоялся на стадионе «Локомотив», и там было много-много всяких разных спортивных активностей, но центральным событием стал футбольный матч. Да, вот вы сейчас говорите, а я почему-то провела аналогию с матчем, который будет у нас в Самаре в 2018 году. Вот когда вы воскрешали, так скажем, вот тот матч, вы какие-то тоже, вы смотрели вперед, что у нас будет такой чемпионат мира по футболу в 2018 году? Какие-то связи проводили или нет? Да, мы об этом думали, потому что правда ведь важен не только текст, но и контекст. К нам приедет большое количество гостей в город, да. И они помимо того, что они будут посещать футбольные мероприятия, они будут еще как-то гулять по нашему городу, что-то о нем узнавать. И поэтому вот эта история, она тоже сработает на то, чтобы люди узнали о Самаре и, может быть, даже приехали в Самару, уже подготовившись уже с информацией о тех событиях, которые здесь происходят. Да, а для тех, кто не подготовился, вы решили подготовить волонтеров-экскурсоводов для того, чтобы они рассказывали гостям нашего города об истории. Скажите, пожалуйста, вот эта идея как возникла, и вы это делаете еще совершенно бесплатно. Вообще вот эти вот экскурсоводы-волонтеры, когда они пригодятся, когда смогут применить свои знания, в какой момент? Ну вот как мы себе эту идею обдумывали, придумывали. Самара очень долго была закрытым городом, и у нас вот такой какой-то гостевой культуры, экскурсоводческой культуры не разработана, не выработана. Вот когда бываешь в Питере, да, там тебе любой таксист, любой служитель в музее и просто прохожие расскажут, как куда пройти и что за этим историческим объектом стоит. Мы, несмотря на то, что, я уверена, все любим свой город, мало очень о нем знаем. И нам хотелось реализовать такую простую задачу. Вот будет май военный, да, рассказать о том, как жила Самара в годы войны, при помощи не профессиональных экскурсоводов, а при помощи волонтеров, потому что их можно больше подготовить. И мы, у нас есть люди, там, Глеб Алексушин, который является историком, краеведом, он очень хорошо знает период военной Самары, и он в состоянии подготовить людей, которые будут рассказывать о том, что здесь происходило, как люди жили, как они ели, как они отдыхали, как они работали, какие депмиссии здесь происходили. То есть мы сказали обучить людей одному маршруту. Самара – запасная столица. А желающие есть? Вы не представляете. Мы сначала думали, что нам это самая сложная задача, и что нам придется ее решать очень долго и тяжело, но все оказалось совершенно иначе. Мы через полторы недели работы ВКонтакте получили 150 записавшихся, 150 человек. У нас уже вот сейчас прошло обучение в первой группе, она была студенческая по своему характеру, и вот вчера стартовало обучение во второй группе. Это уже люди, многие из них, кстати, с экскурсоводческим стажем, но они вот хотели именно пройти и узнать об этом маршруте. Их вот вчера у нас на занятии было 32 человека. Они будут учиться 4 недели, 4 занятия, потом сами проведут экскурсию для своих друзей. И таких групп мы планируем выпустить 6. Ну и большое спасибо администрации города, мы выиграли грант, и с помощью вот этих средств мы сможем расплатиться с преподавателями и реализовать этот проект. А для участников это совершенно бесплатно. И когда мы такую мотивационную анкету среди них проводили, то оказалось, что это они делают не для того, чтобы потом, допустим, как-то зарабатывать на этих экскурсиях, как-то это монетизировать. Они хотят это сделать, потому что хотят больше узнать о городе и рассказать это своим друзьям, которые здесь в Самаре живут и которые приезжают к нам в гости. Да, вот это удивительное явление, потому что сейчас вообще тема вот такой любви к городу, к своей родине, патриотизм, она такая неоднозначная. А здесь мы вот видим такие проявления. И, как вы говорите, даже многочисленные. Кажется, что ну подумаешь, буду я ходить там учить и рассказывать еще. Да, и мы, знаете, тоже волновались, когда была первая группа, потому что это бесплатно. Мы думаем, ну на первое, на второе занятие придут, потом потери пойдут. Ничего тебе подобного. Мы все дошли до финиша, и я уверена, что все участники проекта и реализуют экскурсию. Представляете, у нас, мы запланировали, вот если это будет 150 участников, каждый из них проведет экскурсии для 10 человек, уже это 1500. А я думаю, каждый из них на одной экскурсии не остановится, потому что, когда человек что-то знает, он обязательно хочет этой информацией поделиться. И тогда получится, что волонтерским образом, без всяких каких-то официальных установок, большое количество жителей Самары и ее гостей узнают об этом периоде жизни нашего города. А вообще, как вы оцениваете уровень туристической привлекательности нашего города? Потому что таких оценок официальных как бы вот нет, да? Никто не проводит вот таких рейтингов, не составляет. Ну вот вы уже привели в пример Санкт-Петербург, мы знаем, что да, это привлекательный туристический город. А Самара? И если вот нет, то почему так происходит? Я считаю, что мы все недооцениваем уровень туристической привлекательности нашего города. Потому что вот летом мы плаваем на теплоходе, в прошлом году были в Елабуге. И меня поразила туристическая культура этого маленького города. Там музей Шишкина, музей Бехтерева, музей Цветаевой, музей Дуровой. И вообще, как они работают все сообща, и как они вот этот маленький город, казалось бы, превратили в центр туризма. Я думаю, что у нас колоссальные возможности, и наш город очень привлекателен. И тут ведь, знаете, жизнь, она взаимообразный процесс. То есть мы всегда хотим, чтобы что-то случалось сверху, да? Но мне кажется, очень важно, чтобы что-то случалось и снизу. Потому что есть такие города, вот, например, как Мышкин, где понятно, что нет больших бюджетов под этим проектом. Но люди настолько любят свой город, они чего-то там нанесли каких-то этих мышей в какой-то музей, да? Ну, а потом получилось так, что люди, плавая по Волге, хотят побывать не только в Нижнем Новгороде, но и в маленьком Мышкине. Потому что он совершенно очарователен, трогателен и дает много очень эмоций. Самара имеет все возможности. Вот, к сожалению, я могу сказать, сегодня в Самаре что происходит даже по волжским путешествиям, если судить? Самые скудные экскурсии. Ну, вот, ну, как так? Вот, ну, почему? А вот как, если проанализировать, в чем причина того, что вот не проводится много экскурсий? Все мы говорим, что мы хотим, чтобы наш город привлекал туризм. Это и деньги, и, ну, ну, все, тут все преимущества. А экскурсий мало. Я, знаете, я вот думаю, что вот мы вот много говорим, но надо что-то делать, да? Надо что-то. Вот сегодня есть тема очень такая популярная, которая называется событийный туризм, да? Вот у нас, правда, груши, грушенки фестиваль – это такое туристически привлекательное событие, которое в город привлекает колоссальное количество людей. Жигулевская кругосветка и так далее. Надо просто, вот мы проводим, как агентство, являемся организатором национальной премии «Серебряный лучник» в Самаре. И вот познакомились в этом году, победил у нас в конкурсе проект «Жигулевская вишня». То есть в Ширяево проводится прекрасный праздник «Жигулевской вишни», да? И этот праздник тоже имеет большой очень такой туристический потенциал. Я считаю, что просто вот если там каждый как-то организованно, неорганизованно будет что-то делать, вкладываться, то на всех уровнях, то история нашего города изменится, и, может быть, мы действительно сможем превратиться в туристические центры. Потому что Волга дает нам все основания на такие мечты. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Звоните еще, рассказывайте. Быть может, у вас есть факты о жизни во время Куйбышева, запасной столицы. Можете делиться своими историческими свидетельствами и знаниями. Галина Ивановна интересуется, как записаться на такую экскурсию. Наверное, речь идет про тех, которых вы только еще учите, но вот когда они будут и где какие-то. У нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Шеф-2015». Вот туда можно выйти и записаться на эти экскурсии. Ну, мы возвращаемся вновь к военной истории. И вот на днях в нашем городе прошла Всероссийская научная конференция «Проблема изучения военной истории». Вот хотелось бы, чтобы вы свою точку зрения высказали. Почему проблемы-то? Есть действительно проблемы в изучении военной истории? Какие они? И если рассматривать это не в масштабе стран, в частности нашей страны России, а в местном масштабе, в масштабе города, действительно какие-то сложности возникают? Вот вы занялись таким проектом Куйбышева «Запасная столица» и проблемы есть в изучении каких-то активов. Вы знаете как, я вот не могу рассуждать как историк, не берусь, наверное, на рассуждать с точки зрения научной, но я вот как человек, который опять-таки занимается коммуникациями, что вот я поняла, соприкоснувшись с этой темой, потому что мы вошли в организационный комитет этой конференции. Конференция, кстати, очень статусная. Она проводится в четвертый раз. Это конференция с международным участием. Туда приезжают не только ученые из разных российских городов, но и ученые из ближнего зарубежья и даже из дальнего зарубежья. В этом году был такой француз, ученый, который занимается советским периодом. Николя Верт, он пишет учебники для детей во Франции. Тоже интересная у него такая судьба. Его родители из эмигрантов российских. Отец его работал в годы войны на BBC и был у нас здесь в Самаре в какой-то определенный период времени, когда вот здесь был дипкорпус. А мать у него работала корреспондентом британского советника, который издавался опять-таки у нас здесь в Самаре. И вот родители здесь познакомились, полюбили друг друга. Он прекрасно знает английский, русский язык. Я еще и поинтересовалась, откуда. И вот оказалось, что у него такая семейная история. И он в силу вот такой своей семейной истории увлечен историей России. И это я уже так просто как бы история об истории. То есть очень интересная конференция. Мы там организовывали как раз работу секции «Самара-запасная столица». И вот я принимала участие в работе этой секции. И что я поняла? Я поняла, что, конечно, вот история, она уходит. И ее, если не фиксировать, то, ну, даже бытописательство просто. Что здесь было? Как люди ели? Как они питались? Потому что вот были даже простые, в общем-то, такие доклады, которые рассказывали, а как было организовано медицинское обслуживание, да? Да. А как люди... Мы же вообще не имеем представления об этом. Да, да. Вот знаете как, это же никогда не поймешь, если этого не переживешь. Вот город за несколько военных месяцев, его население увеличилось в полтора раза. Как это было пережить, да? То есть ведь не построили новые дома, не построили, не давали людям новых квартир. Это значит, что каждый потеснился. Лучшие особняки отдали военным миссиям и дипкорпусам. Там приехали правительственные учреждения, а люди вынуждены были потесниться, чтобы расселить то большое количество рабочих, которые приехали в Самару на авиационные военные заводы, да? И вот таких вот историй там прозвучало очень много. То есть, во-первых, ну, вот мне как кажется, проблема в чем? История уходит, это первое. А второе, вот история, наверное, это всегда такая тема очень идеологическая, да? И одно и то же событие, на него можно посмотреть по-разному и разные трактовки ему дать. Вот мы сегодня говорим о фальсификации истории, связанной как раз со Второй мировой войной. Но ведь тут ничего не поделаешь. Американские ученые могут говорить то, что они говорят. И они говорят и пишут в своих учебниках, что Изенхауэр позволил русским взять Берлин, потому что он не хотел, чтобы американские солдаты, он предполагал, что это будет сопряжено с серьезными потерями, чтобы они погибали. И поэтому, как бы, вот, ну, советские войска и брали Берлин. Мы не можем помешать написать им эту фразу в американских учебниках, но мы в состоянии написать свои фразы в своих учебниках, об этом рассказать. Вот мне кажется, что основная проблема истории военной заключается в популяризации, потому что война сегодня становится для, ну, поколения наших детей уже все равно, что война отечественной 12-го года. Далекой и непонятной. И здесь уже можно придумывать и сочинять все, что угодно. Можно говорить, что Сталин это тот же Гитлер, да, и так далее. Вот и здесь пошла фальсификация. Поэтому, чем больше мы будем знать и понимать, тем меньше нам эти проблемы страшны. Да. Ну, как вы сказали, нужно не только говорить, но и что-то делать. И вы действительно это делаете. И в доказательство еще одна ваша акция проекта. Вы будете устанавливать мемориальные доски на здании посольств. Как это обозначает те места, где были посольства, да, зарубежные во время войны в Куйбышеве? Вот, что это будет вообще? В Самаре у нас работало 22 дипмиссии, да. И на многих, кстати, доски уже установлены. Мы, у нас есть такой общественный совет, в который вошли фактически самые ключевые фигуры историки нашей области. И многие общественные деятели. Мы уже говорили не о табличках, а мы говорили об информационных стендах. Да, то есть это должна быть, ну, какая-то более современная и интерактивная панель. Потому что таблички зачастую уже и не к чему прикрепить. Это уже, в общем-то, скучно и неинтересно. А вот интерактивная панель, которая будет содержать в себя дополнительную информацию, которую можно извлечь, не написав на ней это, да. Мне кажется, это будет интересно. Но эта тема уже, наверное, не 15-го, а 16-го года, потому что она требует подготовки и проработки. А вот еще один проект, который мы хотели бы реализовать в 15-м году, это кинофестиваль. Дело в том, что вот всегда страшно, когда какое-то событие отрабатывается датски. Ну, вот чего бы не хотелось, чтобы прошло 9 мая. Мы успешно забыли о празднике Победы на многие-многие годы до следующего юбилея. Потому что это, безусловно, тема каждого дня. И вообще в этом году закончилась не только Великая Отечественная война, но и Вторая мировая война, о чем должен весь мир помнить и рассуждать на эту тему. И вот мы хотим в сентябре, 2-го числа провести кинофестиваль «Любая война заканчивается». Фестиваль при помощи посольств, которые у нас здесь работали, совместно с ними выбрать репертуар, привезти сюда фильмы, которые в годы войны в этих странах показывались или снимались. Потому что ведь жизнь-то не прекращалась. Люди что-то смотрели, да, помимо военных сводок. Люди что-то снимали, то есть осуществлялся творческие процессы. Вот интересно, а как жили люди в это время? И вот этот фестиваль «Любая»… Не только война, а не только российские. И причем, знаете, мы увидели, что все равно настройка на какое-то общественное социальное взаимодействие есть. Мы вот обращались в посольство с письмами, с различными, на научные конференции. И они отвечают и даже присылают исторические документы. Нам, например, ответило одним из первых английское посольство, которое прислало телеграмму, которая выходила из Лондона и направлялась военной Куйбышев как раз в связи с работой дипмиссии Великобритании. То есть у нас в конференции приняла участие болгарская ученая, которая тоже представила свой доклад. То есть все равно нужно поддерживать вот это взаимодействие, это сотрудничество. И вот этот тренд какой-то, этот проект он тоже реализует в себе. А вообще, когда вы занялись вот этими проектами, какие цели вы для себя составили? Вот не просто провести вот такую-то акцию, вот на этом месте матч, здесь вот мы фильмы посмотрим, здесь это, а в целом? Наша цель была простая. Нам хотелось, чтобы, во-первых, горожане поняли, что они живут в уникальном городе, с уникальными возможностями и, в общем-то, уникальной историей. И у нас есть все перспективы, чтобы сделать ее интереснее. И чтобы мы могли на карте мира Самару проявить и обозначить. Чтобы люди не путали нас с Саратовом или с какими-то другими городами, а знали, что Самара – это Волга и что-то еще. Да. Ну вот здесь, наверное, еще вот самое такое больное место, чтобы и сами самарцы, горожане, не только о нас знали, но и сами мы как-то умели гордиться. Мы, наверное, не умеем гордиться тем, что у нас такая история, что у нас тут были и заводы, и достижения. И как-то вот этого нет еще. Вот это как можно привить? Вообще вот сегодня понятие патриотизма, я уже к этому говорила, про это, и все-таки вот любовь к родине для вас, вот что вы вкладываете? Потому что все сегодня путаются. Одни, значит, негативно к этому относятся, другие слишком позитивно, а вот у вас понятие. Это, вы знаете, мне понравилась очень фраза. Роман Лямшин, это корреспондент ГТРК, выступая на... Да, не корреспондент, да? Выступая на Самаре, запасная столица в секции, он сказал, вот он учился на ИСТФАКе в университете, и не буду врать, не скажу, какой преподаватель, он преподавал у них курс краеведения, и первая его фраза, которая прозвучала из его уст, краеведение — это краелюбие. Вот мне кажется, а любить — это вот уже другая фраза, это вот на канале «Культура по воскресеньям» идет такая передача, которая ведет француз Поль Браше, вот у него такая цитата там, «Любить значит интересоваться». Вот мне кажется, человек любит то, что он знает, и о чем он в состоянии рассказать, пояснить, объяснить. Вот мне кажется, надо, чтобы мы как можно больше знали. Да, потому что на самом деле мы очень мало знаем. И вот знаете, мы когда стали, я вот даже стала изучать, готовилась к передаче историю матча вот этого спортивного, и поняла, что там столько каких-то интересных и милых подробностей. Вот, например, футбольные команды, которые играли, не назывались «Локомотив» и «Крылья Советов», хотя они уже тогда так назывались. Они назывались «Команда товарища Иванова» и «Команда товарища Карелина». Почему? Потому что боялись дать лишнюю информацию. Сказать «Крылья Советов» — это значит обнаружить, что у нас. Это, в общем-то, информация, которая для врага свидетельствовала, что здесь работают авиационные заводы. А очень боялись диверсии. Например, в Саратове была диверсия, когда немцы разбомбили авиационный завод, и как раз в перерывах между сменами очень много людей погибло. И надо было сохранить втайне, что у нас. И не открывать ее хотя бы публично. И поэтому вот и «Волжская коммуни» и вообще как бы презентовалась, это как играет команда товарища Иванова и команда товарища Карелина. Играли они очень интересно, очень интересно, так сложно. Вот «Волжская коммуна» описывает этот матч так драматически. Первый тайм закончился со счетом 4-0 в пользу «Локомотива», потому что «Локомотива» была очень сыгранной командой. Открыл следующий гол опять команда «Локомотив». 5-0, представляете, второй тайм. И, казалось бы, разгромный счет, но тут «Крылья Советов» не знаю, что произошло, как это описывает опять-таки «Волжская коммуна». Внутри гола были забиты ворота «Локомотива». Счет был 5-3. Ну, а потом видно, поскольку спортсмены все-таки профессионально давно не занимались, они, в общем-то, были рабочими заводов. Последовало достаточно такое, как пишет опять-таки «Коммуна», унылое окончание, когда они перебрасывались длинными ударами. Ну, вот 3-го 0-5-го со счетом 3-5 «Локомотив» победил «Крылья Советов». Но надо сказать, что эта команду не огорчила, а даже придала ей какой-то силы. И в последующих матчах, которые, кстати, было очень много, в летний-осенний сезон, то есть вот представить, военные Самары, казалось бы, людям есть нечего, да, а люди играют в футбол, бегают, прыгают, ну, то есть активно занимаются спортом. И это не профессионально. Это вот сейчас вот, может быть, даже молодежь и не поймет, что они думают, что это спортсмены, как профессиональные спортсмены сегодня. Ну да, все сейчас привыкли. Ходят на тренировки и получают хорошие гонорары за свои спортивные достижения. Это были рабочие заводы. И они играли тогда, когда их отпускали играть. И люди находили и силы, и энергию, в общем-то, и желание на это. Тоже такой вот интересный факт. И сколько там интересных судеб прослеживается. Вот, например, товарищ Иванов, это был секретарь горкома комсомола города Куйбышева. То есть он был, выполнял, у него такая серьезная работа была. Он, кстати, ушел на фронт, потом и погиб на фронте. А вот один из центрфорвард, Николай Румянцев, который играл в «Крыльях советов», он заменил его на этом посту, играл в «Крыльях советов» до 1946 года. Это вот я прочитала эту информацию. Владимир Внуков занимается исследованием вот этой очень темы. И тоже, понимаете, очень жалко, что все это уходит. Если это не сохранить, вот уже нет списка тех игроков, не совсем понятно, кто забросил мечи в ворота противника. Вот мне кажется, вот это надо сохранять, этим надо заниматься. А когда вот вы обратились к современным игрокам, которые вот 3 мая, производственники и работники вот каких-то таких сфер, какой была реакция? Потому что вот... Оказалось, что, во-первых, у всех есть команды. Первые любительские команды. То есть вот и на Куйбышской железной дороге, и у «Авиакура», и у «ЦСКБ «Прогресс», и у Кузнецова есть свои команды. И они готовы играть. Это нас порадовало уже. А, понятно. Потому что я думала, что это вообще было для них такой новостью. Скажите, пожалуйста, в реализации вот этого проекта, такого на несколько лет даже, как выяснилось? Ну, вот он как бы, вот мы считаем, что он будет в определенных ритмах, может быть, в разных каких-то историях, повторяться, потому что... Вот какие проблемы общества отражаются на его реализации, и что вам мешает, а что помогает? Ведь можно же проанализировать, да, вот та реакция, с которой встречают ваши инициативы, участие, еще что-то. Вот как это все ложится на реализацию вашего проекта, наше сегодняшнее жизнь? Вот с чем вы сталкиваетесь? Нельзя сказать, что вот прям вот все легко и просто. Вот мы наметили, и пришли, и вот все хорошо стали все делать. Вот что радует, да? То есть вот мы стали сейчас наблюдать, что вот тренд гражданской активности растет. То есть растет. Но он поменялся, наверное, потому что... Молодежь, они реально хотят участвовать в каких-то хороших проектах и хороших инициативах. Они готовы в этом участвовать. Ну, волонтерское движение это подтверждает. Вот, вы знаете, это, наверное, я не знаю, универсиада, олимпиада, каким-то образом сформировала какую-то активность молодежную. То есть вот это есть, да? Ну, что сложно, но любой проект, понятное дело, его реализации требуют денег. Сейчас очень непростые времена. И вот с деньгами сложно, конечно. Мы его фактически за счет инициативы гражданской, различных организаций реализуем. Ну, вот это, пожалуй, на сегодняшний день самый сложный вопрос. А так как-то вот все получается, может быть, потому что правильно, может быть, потому что это надо делать. Да, и поэтому... То есть вот никакой разобщенности, какого-то негатива, вот то, что вот на проекте, на реализации проекта не раздражается. Люди понимают его значимость все-таки, да? Объединяются. Да, и даже, понимаете, вот получается, что и посольство включается в это, да? То есть вот мы написали письма всем 22 посольствам. И открепно. Получили с них ответы. Понятно. Ну что ж, значит, дело, как раньше говорили, правое. Победа будет за вами. Спасибо большое за вашу работу, такую общественную нагрузку. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова